Сейчас столько мужиков развелось за рулём. Я когда за рулём еду, вижу рядом мужик едет, я стараюсь держаться подальше. Ну не надо им, как говорится, если мужик за рулём, это не езда. Нет, ну вы видели, как они ездят, а? Вот, мигает правый поворотником, поворачивает направо. Мигает левым налево, а где загадочность-то? Где игра воображения? Вот я, мигаю правым поворотником, поворачиваю куда? Сейчас, я вообще никуда не поворачиваю, я просто грудью поворотник задела. Ну я наклонилась, мне на хоз, колготки надо было зашить. Ой, нет, я, может, нам права вообще не давала бы. Нет, нет, слушай, а как они ездят? Вот на дороге, вот, специальные линии нарисованы. Нет, они ездят между линиями. Вот я, я грамотный водитель. Я как нарисована, так и еду по линии. А мужиков прям бесит, что грамотный водитель на дорогу выехал. Начинает сигналить, пи-пи-пи, обгонять меня, я прям не знаю. Что такое вообще? Я не могу с мужиками на одной дороге ездить. Мужики на дороге не лишние. Ну честно. А что за привычка у мужиков? Слушай, нацепят на машину какие-то вот эти белые огоньки. И значит ездят, радуются, у него все мигает. Один за мной гонится, это бы Чонкова не пристал. Короче, остановилась, выходит какой-то... Какой у вас тормозной путь. А лицо килограмм шестьдесят весит. Он, наверное, этим лицом и тормозит. И я говорю, милый, весь мой жизненный путь был тормозной. Он говорит, да вы знаете, что такое ППД? Я говорю, конечно, ППДД это балет, балете, щелкунчик. Ну, короче, повысила культурный уровень мужику. Слушай, а как они водят машины? Ой, руки вообще неухоженные. Ногти в ужасном состоянии. Кутикула заросла. Вот я грамотный водитель. У меня ногти в отличном состоянии. Накрашенные. Вожу прекрасно. А дожу этим локтем. Уже весь локоть прогузила себе. Слушай, а вот стоит машина, да, вот. Сразу видно, что мужская. Вот сразу. Все убавые. Передняя витрина пустая. Ни тебе, ни зайчиков, ни белочек. Ой, и у меня собачки, кошечки, лисички. Дорогой видно, ни черта не видно. Ну, что на эту дорогу-то смотреть-то? Слушай, а как они ездят иногда? Едет так, фарами, так чик-чик-чик делать, не думаешь? Что за такое? Второй чик-чик-чик. Какие-то придурки выехали. И третий. И я как глянула и казанула. Ты не поверишь, кто на углу стоял. Милицейский. Хоть бы кто-нибудь предупредил бы. Ой, ну это просто ужас. Слушай, а как пацаны въезжают в гараж. Я один раз видела, мужик въезжал в гараж. Слушай, прежде чем ехать в гараж, обязательно открывает ворота. Как они паркуются сзадом. Тю-тю-тю-тю. Прям в тистоцов и в трав. Травку нет, чтобы кио свалить. Вот я въезжаю на стоянку. Мне сразу говорят, Виаля, это кузнецово, идите в маркет, в супермаркет. Мы сами вашу машину поставим. А то после вас ремонтировать стекло, столбы и все, идите, идите. Может, там на дороге нельзя находиться. Выслушайте. Выслушайте. Смотрите, так же лечно будет. Вообще, вы часто забываете поворот не включать. Я нет. Я выехала утром, сразу включила поворотник. И только вечером, когда приехала домой, выключаю его. Слушай, а как они на заправке заправляются? Поедут на заправку, доставят этот, как его там, пистолет, начинают его втыкать, втыркать и втыркать его. И кладут в одно и то же место. Надо же знать, куда втыркнуть его. Ой, но я прям не могу. У меня подружка Маша. Она приезжает на заправку, возьмет этот пистолет, то в багажник себе зальет, то в салон, то в сумочку. Нет, у меня, конечно, есть небольшие доставки. Я, например, путаю газ и тормоз. Мужики, они вообще трусы. Ночь в фары включают. Мужики, вы что, теноты боитесь? А я меня остановил и говорит, у вас машина не горит. Ваше вообще не видно. А я говорю, я не хочу, чтобы меня видели. Я сегодня плохо накрашена.